Субтитры сделал DimaTorzok Если что, оттопыривай и вот, вот Наблюдай от середины, наблюдай от середины Голова вот в этом месте не дошла до середины У тебя зашла до середины, а там она не дошла Постарайся и ты так же поступить, не дойти до середины Вот здесь голова. Хорошо? Давай И вместо этого седого появляется тепленький цвет Чуть-чуть розовит этот оранжевый Чуть-чуть розовит Чем ближе в густую тень, тем больше розовит Штрих по цилиндру желательно, очень желательно Показать идею штриха по цилиндру Штриха по цилиндру Относительно лица Вот этот пистолетичек находится Впереди Нет Лицо заступает за пистолет Заступает У тебя пока было не так За лицо, а рука вступает Вот здесь рука хочет скомпоноваться После этого ступень лица Ну и теперь уже, когда рисунок сформировался Можно донаносить Смайлик темностей Можно брать по соседству, не обязательно бегать на палитру Можно частично красочку временно вымакивать Уточняя рисунок А потом в вымоченное состояние, в вымокнутое состояние Дополнить малой мерой Малая мера очень удобно моделируется Вот эта малая мера вещества Но ты пока держишься этой меры Очень удобно моделируется Чуть-чуть сбиваем все по направлению цилиндрика Чтобы она была закругленной То есть идею цилиндра Идею штриха по цилиндру Все время обозначиваем Так, ручечка теперь будет торчать Вот из этого Локотного пространства Тоже можно сначала вытереть красочку А потом в это состояние вытертости Вогнать идею пальчиков и руки Так, немножко, чтобы у нас уже было хоть что-то Желтоту Штриховательную Штриховательную Желтоту обязательно сначала с розовизной Иначе желтый будет несъедобным Легкая розовизна, она там помигивает под желтым Чуть-чуть накидаешь вот так рванно и штриховательно Штриховательно и рванно А потом уже более шпатлевательно Более шпатлевательно придут самые светлые места Сверху на штрих Хорошо? Вот, и сюда тоже штриховательная Чуть-чуть хочет подняться Он с этим пятном и с этим уже Это, да? Да, ну вообще Давай В ту сторону, а не в эту Как-то ты так увлеклась, что не заметила В какую сторону она смотрит Между рукой и Тельцем Лицом Темное Пространство Так и не произошла эта Ступенька Почему-то Ну я так понял, что ты сейчас Сидела только на лице И потеряла Ощущение пространства Вот это вот движение здесь неуместно Штрих Штрих по цилиндру Вот по этой траектории Вот она Идея Темное глухое пространство Много ты ему света Много ты ему света понакидала Темное глухое Сидела только на лице Я не могу Тебя Тебя Остана и Не Значит, темнота, на которую пришла светлота. Тоже ступень, которая здесь между рукой и коленом. Имеет вот такую траекторию. Здесь теневая, имеет вот такую траекторию. Светлость в этом месте, вот именно в этом месте, желательно удерживать присутствие этой светлости для того, чтобы появилось что-то главное. А несмотря на то, что там есть лицо, главное, по ощущениям, это вот эта юбка, это платье. Более смуглое в тени и рыженькое вместо противного зеленого. Согласны? Смотри, там рыжит это пятно. Чуть темноту зря съела, которая там должна жить, которая отделяет одно от другого. Попочка прибавится. Ну и свет на лице теперь, исходя из того, что мы с тобой обнаружили. Лицо смотрит туда, а не туда. Давай в таком ключе. Тебе предложил, обратил твое внимание, что оно все течет, а у тебя оно вдоль каких-то, вдоль каких-то... Где картинка? Вот, да. Там все течет, посмотри. Вверх течет. Там все течет, там нет ни одного звука против течения. Сделай шажочек назад. И в этом красота этого пятна. И наоборот, как только оно стало конструктивным, как бы подразумевающим какой-то порядок, оно потеряло свое звучание. Вот оно течет. И тогда оно звучит. То есть появляется ритм потека. И сейчас современные художники, обнаружив это, очень часто эксплуатируют этот трюк. Текучий характер. Абсолютно текучий характер. Посмотри, как оно заритмовало все. Есть в живописи понятие ритмы. Вот это ритм. А когда ты в разные стороны, это нарушило идею ритма. Вот даже к этому призраку, посмотри, это как красиво становится. Даже к призраку лица. Там тоже призрак, но у нас совсем призрак. Но я к тому, что сразу становится красивее. Ну а если бы еще и краски были бы на палитре. Давай, я с тебя начну, когда выйду. А ты краски тебе заведи. Так, делаю шажочек влево. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подними, пожалуйста, трубку на моем телефоне, это звонят по поводу завтрашнего... Продолжение следует... 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 есть цвет волос и фактура волос можно подсунуть вот с такой мощностью намек на волос и растворится в пространстве логично шапочку такую одеть но поскольку здесь не хватает простых человеческих темностей очков вот таких когда они появятся они вместе с волосами уместны вполне очень тёмно очень тёмно серость там не делает темность но в этой темноте маленький намек на верхнее веко мешает отсутствие тени вот здесь и в глазах усилить темненькость и вот мерцание этой темноты в глазах этих зрачков еле-еле различимая темнота и легкий намек на светлости легкий создает красивая нос гречки такой клювикообразный губочек только с намеками красноты Пожалуйста, я просто перечисляю вещи, которые нужно различить. Теперь сюда приходит свет. Светичек. Спасибо. Если что, можно затереть и попробовать сама. Да. Спасибо. Спасибо.